На повестке три проблемных объекта. Что касается участников долевого строительства жилого комплекса Москва, то они постепенно получают недвижимость в собственность. Из 655 человек подписали акт приема-передачи уже 268. Дом на улице Депутатской строила компания «Наш дом Сочи», директором которого являлся ныне находящийся под стражей Анзор Пруидзе. Весной 2012 года застройщику было выдано разрешение на строительство 20-этажного дома, но он построил в итоге 21 этаж. Готовность объекта 90%. Сейчас им занимается новый директор. Осталось обустроить места общего пользования, насосные станции водоснабжения, сети теплоснабжения, а также провести пусконаладочные работы. Для того, чтобы поскорее въехать в свои квартиры, это придется делать теперь самим дольщикам. Но сначала им необходимо получить права на свои квадратные метры. Более трети из участников долевого строительства эти права получили. Далее собственники должны создать кооператив или ТСЖ, чтобы иметь юридическую возможность решать проблемы. Пока вы не примете форму управления, разговор больше просто останавливается, нечего дальше делать. И мы за вас это сделать, ну просто физически, не физически, не юридически, не морально, не можем. Понимаете? Ну пока не будет формы управления. А каких, кто будет писать заявку о получении тех условий на воду? Предприятия жизнеобеспечения, которые будут давать эти заключения, они просто, ну не могут законы нарушать ради вас. То есть я даже не представляю, почему дальше не идет дело, почему вы не собрались и не приняли решение о создании управляющей формы управления. Также Анатолий Пахомов отметил, что вопросы достройки сейчас стоят перед самими дольщиками. Мэрия не вправе достраивать эти дома за счет бюджета. Это понимают обманутые дольщики компании Ида, которые покупали квартиры на улицах Виноградной, Гагарина, Санаторной и Пасечной. И большинство из них готово вложиться в достройку. На Виноградной и на Пасечной объекты готовы на 85-90%. Теперь, чтобы распоряжаться общим имуществом, люди решили создать кооператив. Ближайшее собрание кредиторов назначено на 21 июля. А вот вопросы дольщиков ЖК-3 капитана уже решены. Почти все приемопередаточные акты подписаны. В ближайшее время этот объект исключат из краевого реестра обманутых дольщиков. На пути к этому и объекты «Дипломат Плюс» по улице Есауленко, а также «Садко Инвест» по улице Виноградной идет подписание актов приема-передачи. Получено заключение соответствия и ведется подготовка документов на ввод в эксплуатацию объектов по улице Учительской, застройщиком которых выступила компания «Престиж-2000+.» Продолжение следует... Продолжение следует...